Друзья, здравствуйте! Я сегодня на нашем пруду, около 400 метров квадратных площадь, построили 10-12, может быть, даже больше лет. Грегазерация бутылка Учуковая, и здесь сидит карп, карась, сом, щука, и, в общем, тот, кто остался, до кого не добралась щука. Значит, мы планируем щуку отсюда убирать. Этой весной мы вносили сюда известь, потому что пруд уже достаточно старый, мне кажется, около 12 лет этому пруду, и, Дим, скажи, какая-то была разница с прошлой весной? Да, конечно, вода стала просто прочищать. Вот был момент, была вода чуть чище от извести, но мы не рекомендуем вносить известь в пруды с полимерной гидроизоляцией, только если пруд уже совсем старый, его не чистили, воду не меняли, много рыбы, он смещается, возможно, в кислую сторону. Лучше, конечно, сделать анализ воды, если вода сместилась в кислую сторону, добавляем известь, это будет хорошо, вода должна быть нейтральной по ПХ. Значит, мы будем вносить еще сюда хлорелу, и в динамике показывать, что происходит с хлорелой. Отдельно будет у нас ролик по тому, чем хороша хлорелла, и в каких случаях ее нужно вносить, а в каких возможно обойтись и без нее и что стоит обойтись без нее, что стоит при внесении хлорелы. Ну что ж, сейчас я покажу вам пруд, как он выглядит и что, на наш взгляд, нужно к этому добавить. Друзья, ну что, поехали по данному пруду. Повторюсь, пруду больше 10 лет, 400 метров, гидрозоляция, бутилка учук. Вот по берегам самосевный рогоз мы видим. И, по-моему, посадили несколько лилейников. Обратите внимание, самосевное дерево. Корни как за, может, лет 7 уже назад оно как посеялось, и вот как разрослись корни в воде. Много питания, потому что много рыбы в пруду, и корни питаются нитратами, фосфатами, аммоний подъедают и этим живут. Ну, собственно, рыба выделяет достаточно веществ, продуктов жизнедеятельности. Этим питаются даже вот корни растений. Обратите внимание, как камни заросли мхом за 10 лет. И в данной связи вопрос, друзья, напишите в ваших комментариях, как бы вы задекорировали берега. Многим не нравятся берега в камне, но берега в газоне, например, сделать чуть дороже и сложнее, чем в камне. Напишите ваш вариант. Да, кстати, вот скиммер, видите, скиммер немного у нас за 10 лет уже сломался. Это немецкий скиммер Биозис. Обращаю внимание, я говорил, что на канале Хобби Дом есть технология устройства скиммера недорогого. И вот предыдущий скиммер, что вы увидели, вот он тоже стоит по такой же схеме сейчас уже, потому что он сломался, его поставили, и он работает вот по схеме, как устроено в Хобби Дом. Но там в 15 раз он дешевле обходится, чем данный скиммер. Вот, обратите внимание, берега бетонные, переход с декорацией к камням. И вопрос был у меня о том, как сделать, напишите в комментариях, как сделать берега, чтобы газон непосредственно подходил с учетом того, что пруд в пленке. Просто на пленку траву не посеешь, просто землю не насыпешь, и она смоется водой. Это первый вопрос. Второй вопрос будет вот по данному ручью. Видите, ручей сделан. Часть ручья уже сделал заказчик своими силами. В этом ручье растет рогоз, и он чистит воду. Это не очень эффективный фильтр, в принципе, это фильтр более эффективный, чем небольшой китайский пластиковый фильтр, о котором мы говорили в предыдущем видео. Это, наверное, история получше, но это недостаточно. Вот, опять же, есть канал Экопрут. В нем очень хорошие ручьи и хороший вариант очистки воды в ручье. Он немного дороже такого варианта, но существенно эффективнее. Друзья, напишите, может, ваши варианты, как бы вы улучшили данный ручей, что не хватает данному ручью, чтобы он фильтровал воду хорошо. И ваши идеи обсудим. Это будет интересно. Два вопроса. Пожалуйста, напишите в комментариях, и может родятся какие-то хорошие идеи у вас. Вот справа видите аэратор. Аэратор, кстати, работает с глубокой зоны. Так мы ставили это давно. Мы протестировали и поняли, что аэрацию нужно делать с мелководной зоной повыше. Не ставим аэраторы на дно. Тоже желательно их убрать. Это небольшая ошибка, но желательно их ставить на мелководье. И вот пруд этот никогда не чистили, не мыли. Он, видите, цветет зеленый, потому что растет в нем рыба. И, может быть, третий вопрос. Какой бы комплекс мероприятий? Кто сможет написать, напишите. Для того, чтобы вода в данном пруду была чище. Тоже, может быть, с чем-то поспорим. Что-то, может быть, кто-то напишет очень хорошие варианты. Ну что ж, друзья, по этому пруду жду от вас предложения. Пруд в гидрозиляции бутилка Учук. Берега уложены в камни полностью. Струйте буты правильно. Радуйтесь жизни. И всем добра.